Друзья, товарищи, всем привет! Канал Покемоша Лайф и все такое. Сегодня мы познакомимся с очень малоизвестной машиной от Ворошилово-Градского завода, которая, тем не менее, достойна памяти. Первый тепловоз от Советского Союза, который поставлялся на экспорт в страны с тропическим климатом. Тепловоз, количество выпущенных экземпляров которого составило всего 256 штук, но при этом машина экспортировалась в целых 8 стран и до кучи поработала в МПС. Все это Т-114, модель которого совсем недавно была выпущена компанией Моди Мео. Встречайте, тарам! Ну вот, ребята, какая заковыка. Мы получили сразу три пакета. Первый, второй и, наконец, третий. В одном из этих пакетов должен находиться вагон Хоппер, в другом пакете – электровоз ВЛ-41, а в третьем – гвоздь программы – тепловоз Т-114. И наша задача – определить, в каком из этих пакетов находится искомый тепловоз. Поставьте на паузу и загадайте правильное число, а потом напишите в комментах, угадали вы или нет. Интуиция подсказывает мне, что это номер три. Давайте вскроем. Подождите, подождите. А, нет, не он, видите? Черт. Ладно, моя интуиция не так, разве-то как хотелось бы. Тогда попробуем пакет номер два. Смотрите, ребята. Е-е-е, со второго раза угадал. Вот он, Т-114. А вы с какого раза угадали? Напишите, пожалуйста, в комментах. Ну что, сделаем небольшой анбоксинг. Таран. Ошалеть, смотрите. Сам тепловоз. Журнал. И все так классно запаковано. Вот тут журнальчик. А там еще должна быть открытка по-любому. Точно, открытка в наличии. Не будем спойлерить, но открытку сразу достанем. Номер 13. Наши поезда от Мадимео. И начнем по традиции с журнала. Вот так, пожалуй, поставим, будет лучше. Итак, друзья, товарищи. Номер 13. Наша поезда Мадимео. Тепловоз Т-114. Чтобы джентльмен понимал, это первый тепловоз Советского Союза, который шел на экспорт в страны с жарким тропическим климатом. И до кучи с повышенной запыленностью окружающего воздуха. То бишь в песках. На картинке цвет у тепловоза ближе к изумруду. По традиции три раздела. Тепловоз на экспорт. На родине и за рубежом. Бокзал, которого не было. Вот, видите, первый советский локомотив построен для работы в странах с жарким тропическим климатом. Известно, что 16 тепловозов остались в Союзе. Это номера 001 и 002, а также номера с 0056 по 0069. И это один из тех, который работал в СССР. Здесь вместо чертежей представлена карта. Он, кстати, горький. Тепловоз Т-114 с грузовым поездом. С – это сирийская модификация для эксплуатации в Сирии. А тут на картинке опять советская машина 0067. Интересно, что для внутреннего рынка они маркировались Т-114П. Хотя буква П в Сирии никогда не ставилась. Модификация для тропиков. По традиции также можно видеть технические характеристики. Год создания, скорость, мощность. А вот и кабина нашего героя, смотрите. Локомотивный светофор, отечественные экраны машиниста, скоростимер и какая-то неведомая приблуда. Прикольная кабина. Полноразмерная и вполне себе эргономичная. Вот фотогалерея работы мастера Гампса. Смотрите, тут прямо осень золотая. Или весна. Ну да, наверное, весна сейчас же, март. Как мы уже сказали, с 56 по 69. Это машины, которые работали в Советском Союзе. Причем из них 10 штук были направлены в Казахстан, в Джесс Казган. А 4 остались в России. Так называемый Бакситогорский завод. А вот наша открытка, смотрите. Выпуск 13-й, нашу поезда. Ну и здесь то же самое. Тираж в этот раз 4790 экземпляров. Но открытка вполне себе действующая и рабочая. О, это же опытная партия, смотрите, народ. На опытных тепловозах кабина машиниста несколько отличалась. Отличается расположением прожектора, вентиляционных решеток, ну и рядом других узлов и агрегатов. Каталог деталей. Вон даже такая книга есть. 23 машины для Египта, 110 в серию, 107 на Кубу. А на Гвинею, по рассказам, ни один тепловоз так и не отправился. И вот заметка про вокзал. Красиво смотрится. Вокзал-то еще от 19 века. Расстояние до железной дороги 80 километров. Это получается, вокзал построили, а железную дорогу не проложили. Офигеть. Ну ладно, не пропадет чей. А здесь заметка Алексея Вульфова. Угадал. В этот раз речь о Донецкой Каминоугольной дороге. Здесь немного рекламы. Почувствуйте очарование ушельшей эпохи. Смотрите, какая интересная штука. Это усадьба России всякие. И, наконец, ребята, сразу спойлеры. Вот он, легендарный R2. И он должен быть в номере 14. Посмотрите, какая красота. Если он будет в таком же правильном окрасе, это будет вообще топчик. Ну и как обычно в журнале, собери всю коллекцию. 50 выпусков, истории дорог, правильный масштаб, рельсы, подставка со скидкой, бесплатная доставка, если оформить подписку на журнал. И вот даже всякие ссылочки. Однако нам не терпится перейти к гвоздю программы, самому тепловозу. И вот он, ребята, Т-114, номер 13. Смотрите, какая красота. Откупорим кубышку, как говорится. Раскрываем. Open your mind. Смотрите, ребята. Фига себе. Я только сейчас понял, что у него крыша оказывается несколько шире, чем капоты. А до этого на фотографиях мне казалось, что у него крыша такой же ширины. Давайте сначала просто посмотрим. Слушайте, по-моему, вообще классно. Но давайте по порядку. Как обычно, начнем с крыши. Итак, друзья, товарищи, у нас в руках модель тепловоза Т-114, серии нашей поезда от Мадимео. Модель первого советского тепловоза, который поставлялся в страны с жарким тропическим климатом. Как мы уже отметили, крыша у тепловоза оказывается с секретом. Видите, насколько шире в этих местах по сравнению с шахтой холодильника. Но это разумно. Персонал, который будет тут ходить, не будет мокнуть под дождем. Вот в наличии три вентиляторных колеса, отлитые одной деталью с самой крышей, но выполненные очень детально и тонко. Вон можно видеть отдельные механизмы, имитации люков и средняя часть крыши над дизелем. Все выполнено одной деталью, кроме тифона. Тифон – это отдельная деталь. Кабина машиниста на этих тепловозах совершенно уникальна. Не похожа ни на один из известных нам тепловозов. Ворошилово-Градского завода имеет отрицательный наклон окон и огромные стекла. Как обычно, у Мадимео великолепно выполнен прожектор. Имеется углубление, отдельное стекло с окантовкой, имитирующее резинное уплотнение, а там внутри отражатель. И даже вон, видите, пимпочка типа лампочки. Буферные фонари, смотрите, как красиво сделаны. Белые и красные огни. И у белых фонарей вон там еще углубление. Ну типа здесь светофильтр, а там светофильтра нет. Автосцепка на нашей модели подвижная, вполне себе копийная. Поручни тепловоза выполнены одной деталью, концевую рукава вместе с кранами. Тормозная, надо полагать и питательная магистраль. Элегантный путь и очиститель. Прекрасно смотрятся окна кабины. Также все с уплотнителями, сымитированы дворники. И сбоку выполнена имитация сдвижного окна. Давайте посмотрим внутри. О, классно. Глядите, присутствует антураж в кабине машиниста. Имеется пульт. Классно, молодцы. Кстати, вопрос за знатокам. Где у этого тепловоза передний конец, а где задний? Напишите, пожалуйста, в комментариях. Продолжаем знакомиться с кузовом. Машина все-таки капотная. И здесь размещен дизель 3,5D49T2 на 2600 лошадиных сил с генератором переменного тока. А тягу электродвигателя постоянного тока. То есть конструктивно очень похоже на тепловоз 2T116. Забегая вперед, скажем, что даже тележки здесь от тепловоза 2T116. А главная рама на этих тепловозах такая же, как и на М62 или Т109. Отличительной особенностью 114 является огромное-огромное количество дверей на капоте. Наверное, такое же, как на ТМ-7. А впереди можно наблюдать секции холодильника. Вот они, 4 штуки с одной и 4 штуки с другой стороны. Надо полагать, здесь охлаждается только вода. А масло охлаждается в специальном водомасляном теплообменнике. Поручни нашей модели. Кто-то высказывал мнение, что поручни, дескать, излишне толсты. Нам так, в свою очередь, не кажется. По-моему, поручни вполне себе гармонично смотрятся относительно размера самого тепловоза. Кстати, смотрите, так же, как и на многих других тепловозах советской эпохи, здесь имеются дополнительные поручни прямо на подножке. Здесь имеется еще один выход, но это, скорее всего, на специальные мостки при ремонте тепловоза на каких-то видах ремонта. Вот так выглядит наша машина со стороны капота. Такая же подвижная автосцепка, такие же концевые рукава и буферные фонари. Поручни сложной формы со стороны капота, но чтобы упитанные локомотивщики могли переходить с одного бока тепловоза на другой. Переходим к экипажной части. Кстати, здесь хорошо видна главная рама, по всей видимости металлическая, и вообще в этой модели ощущается довольно-таки солидный вес. На главный рамень смонтированы главные резервуары в количестве трех штук. Вот такая имитация вместе с хомутами, которые крепят эти резервуары. Здесь вот, смотрите, опоры кузова по две штуки с каждой стороны. Топливный бак на 4450 килограмм. И также здесь по бокам располагаются ящики аккумуляторных батарей. И, наконец, тележки. Тележки трехосные, поводковые, с таким вот элегантным рессорным подвешиванием и тормозным цилиндром на каждое колесо. Кстати, на этой модели тормозные цилиндры выполнены просто великолепно. Имитация двойного буртика с каждой стороны. Имитация штока. И вот здесь уже элементы ТРП. Там вырез специальный. Не-не, классно. И такой буксовый узел поводковый. Он же бесчелюстной. Снизу также выполнены элементы тормозной рычажной передачи. Сымитированы башмаки с колодками. А колеса? Колеса вращаются. На реальном тепловозе колеса цельнокатанные диаметром 1050 миллиметров. Ну и здесь они также выполнены цельнокатанными, без каких бы то ни было спиц. На каждой тележке три тяговых электродвигателя. И здесь выполнена упрощенная имитация этих двигателей. Причем даже с кожухами зубчатых передач. Кстати, обратите внимание, это, вероятно, песочные бункеры. И они располагаются как на тепловозах ТУ-2 на самой тележке. Ну что, ребята, великолепные модели, а тем более сверхэксклюзивные. Окрас тепловоза для нас несколько необычен. Хотя бы тем, что на торцах не имеется никаких красных сигнальных полос. Но даже в таком случае мы здесь имеем четыре цвета. Это зеленый и изумрудный. Это светло-бежевый. Белый и серый. Пришло время поставить нашего героя на рельсы. Вот смотрите, мы немного проапгрейдили рельсы от Мадимилу. И сейчас они выглядят именно так. Как раз соответствуют цвету нашего героя. Ставим его на рельсы. Модель прекрасно катится. Правда же красиво. А теперь более сложный экзамен. Старинные прямоугольные рельсы от Пико. Попробуем поставить тепловоз на них. Ну что ж, тоже встал, смотрите. И так же едет. Вот и подошел к концу наш обзор сей модели. Резюмируя, тепловоз нам действительно понравился. Несмотря на то, что серия весьма редка в наших широтах. И, соответственно, вряд ли вызывает сильный эмоциональный отклик. Тем не менее, Мадимилу сумели выполнить эту модель так, что она пробуждает неподдельный интерес, в том числе своим необычным экстерьером. И, конечно, высокой копийностью. Спасибо, очень здорово. Разумеется, хочется услышать ваше мнение по модели. Нужен ли был этот тепловоз в серии «Наша поезда» или лучше что-нибудь другое. Напишите хоть в комментах, прям не знаю. Оценивайте ролик. Проверьте подписку на канал. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и... До новых видео.